Экспериментировать с моим форматом это очень хорошо. Ну и я заметил это, потому что когда я стал разнообразие делать на канале, то просмотры резко стали подниматься, и это меня радует. Так что ждите необычное видео про Майнкрафт. Я сниму видео не про простой обычный обзор Майнкрафта, а я сниму очень необычное видео по Майнкрафту. Ютуб, вот только посмей не вывести его в рекомендации, я тебя иначе уничтожу просто. Кто не любит мультики? Опять же, задаюсь таким вопросом, наверняка все их любят. И сегодня мы с вами поговорим о самых запоминающихся мультиках детства. Сразу говорю, возможно некоторых мультиков здесь не будет, исключительно из западной и зарубежной всякой вот в этой мультипликации. А вот русские мультики здесь будут в полном составе. Это все из-за того, что многие западные я не смотрел. Но тут уж извиняйте. Добрый, хороший мультик. Где же его взять? Союзмультфильм. То, что нужно для счастья. Добрые, хорошие, запоминающиеся мультики. Они хорошо запали в память практически всем. Майдадыр, ну погоди. И многое другое. Замечательные мультики. Мультиков в этой киностудии очень много. И, честно говоря, сейчас я всех их перечислить не смогу. Но сразу говорю, скоро, возможно, или когда-нибудь я выпущу полный их разбор. Маши и Медведь. Мультик, который стал популярен не только в России, но и за рубежом. Его смотрели американцы в детстве. И я видел даже комментарии, где они говорили, что ностальгируют по нему. Так что не думайте, что все, что русская мультипликация производит, не популярно за рубежом. В общем, что там насчет самого мультфильма? Главным героем является, какой вы, наверное, могли догадаться, Маша и Медведь. И Маша постоянно делает всякие причуды. Маша постоянно балуется и мучает этого медведя. Медведь пытается ее остановить. И так каждую серию. Но есть серии, где Маша ведет себя более-менее нормально. Ну и бывают еще... Бывают более разносторонние серии, как вы могли уже понять. В общем, Маша и Медведь это очень хороший мультфильм. Хороший юмор и графика. Посмотрите на реализацию мультфильма. Это шедевр. По-моему, здесь 3D графика очень хорошо вписывается. И они не меняют ничего особо. И этот мультик один из тех, кто не скатился. Посмотрим на Спанч Боба скатился. Посмотрим на... Ну погоди. Там вообще не разбериха. А этот мультик как жил, так и живет своей жизнью. Следующий мультик это Лунтик. И честно говоря, я не знаю, почему многие его хейтят из-за того, что якобы в нем Лунтик слишком добрый. И это плохо для психики ребенка и для его воспитания. По-моему, все очень даже хорошо. Это говорю я. Ведь я вырос на Лунтике. И я его хорошо помню. На мой взгляд, это очень хороший мультфильм. И здесь даже есть маломальская история. Когда-то давным-давно Лунтик упал с луны на землю. Там его ждало много друзей. И он поселился у приемных родителей. Бабы Капы и деда Шера. И в итоге в каждой серии разные истории. Которые заканчиваются справедливыми решениями Лунтика. И честно говоря, то же самое как и с Леопольдом. Он всегда прощает гусениц, когда они там вообще фигню творили. И знаете, что хочется сделать? Просто отдубасить этих гусениц. И сказать Лунтику, чтобы он взял, да испытал на них всю свою мощь. И чтобы они познали боль. Потому что вот просто бесит, когда он прощает их постоянно. Хочется их прям отдубасить за такие поступки. По мне этот мультфильм немножко скатился. Из-за того, что новые серии не несут себе какого-либо такого широкого смысла. Как старые. Они более детские. Если старые серии были, да, они были все еще детскими. Но они не были такими странными. Здесь вообще меня зовут Пчеленок, потому что я пчела. Хм, интересно. Логично. Ну в общем как-то странно это. Либо я чего-то не знаю. Ну в общем каждому считать самому. Скатился это мой мультик или нет. Следующий мультик это Новаторы. Мультик детства. Наверняка вы все помните эту замечательную песню. Впереди стена, позади пог... Опа. Впереди стена, позади погоня. Но не станем мы сдаваться все равно. Что ты... Слушаю. И как по мне это шедевральный мультик. Он рассказывает о многих изобретениях наших русских ученых, так и зарубежных. В общем очень интересный мультфильм. Но правда, так как им заинтересовался Дисней и вся зарубежная мультипликация, то мультфильм стал скатываться. Потому что как я помню, я просто решил посмотреть по приколу видео Никиты Васина. Что? Дисней взял? Да, надавил на создателей и новаторов. И просто все. Нужен морок. Нужно добавить антагониста в этот мультсериал. И так стало как-то не очень интересно. Потому что все сериалы Диснея с антагонистами. А это не какая-то диснеевская не знаю что. Это настоящий русский мультфильм. И это хороший мультфильм. Не надо его губить своими диснеевскими плюшками. Лучше свои мультики делайте с ними. Мультфильм на данный момент закрылся. Его производство остановлено. Но я уверен, что когда все будет в норме, возможно мы все же увидим какую-либо концовку. Следующий мультик. Это Смешарики. Замечательный мультик с нашими любимыми круглыми героями. Вы только посмотрите. Лосяш, Нюша, Савунья. Добрые герои, которые любят ходить друг к другу в гости. Весело живут в своей долине Смешариков. В каждой серии что-то интересное. И это один из тех сериалов, который не умер. И до сих пор живет. И я этому рад. Кстати, всегда было интересно. Как вы могли в детстве бояться вообще? Весь народ почему-то боялся Железную Няню, Роба Зайца из Ну Погоди. Я просто не понимаю, как их возможно бояться. Они же такие миленькие. Нет, ну серьезно. Я их вообще ни капли не боялся. Хотя уже понятно, что у меня бедроковая психика. Потому что я уже насмотрелся столько всяких крипипаст. И вообще, для меня этот Заяц кажется уже какой-то няшкой. В отличии, допустим, от эксперимента русского со сном. Либо же SCP. Ладно, что-то я не о том стал говорить. Кстати, могу крипипасту в последнем видео вставить в конце. Ну да ладно. Барбарики. Не знаю кто как, но я их очень любил смотреть. Не знаю почему, но я их очень любил слушать. И я еще раз не знаю почему, я их любил просматривать. Вау, как гениально. Но помимо Барбариков, там еще разные интересные песенки показывали по телевизору. Короче, много всяких таких программ, которые похожи на Барбариков. И думаю, одну из них вы даже знаете. А вот я уже ее не помню. Ну в общем, много песенок было. И кстати, сюда еще входит такая программа, как Буренка Даша. И еще вот эти вот котики какие-то. Я их тоже любил смотреть. В общем, так вот. Остров сокровищ. Интересный мультик с хорошими персонажами. Отличная звучка. И на то время хорошая анимация и сюжет. Да, сюжет немножко отличается от сюжета книги. К примеру, можно посмотреть на Доктора Ливси и на других персонажей. Они значительно отличаются от той характеризации и характеристики, которую нам давали в книге. Но тем не менее, мультфильм остается таким же захватывающим и великолепным, как раньше. Но только я его не смотрел. Но так как многие в детстве его смотрели, и я это знаю, то он в этом топе. Что вам надо? Я хочу заключить с вами договор. Не стреляйте. Чемучка. А вы помните этот мультик? Замечательный мультик про то, как каких-то два школьника, а именно школьница и школьник, это, кажется, брат и сестра, имен не помню. У них есть компьютер. И они постоянно в каждой серии там что-то делают не так, либо задаются какими-то вопросами. И обращаются за этими вопросами же к компьютеру. К компьютере они получают нужную информацию. И внутри компьютера у нас обитают всякие типа фиксики, типа какие-то человечки. И процессор, который тут как бы король и дает команды всем. Ну и в общем, они как раз таки регулируют все внутри компьютера. И нам рассказывают, как все происходит внутри нашего системного блока. И монитора в том числе. Там еще серия про Троян была, я помню. Ох, я помню, помню. И кстати, заставка этого мультсериала намного круче опенинга всех аниме вместе взятых. Хватит мне писать. Я нормально не могу съемку экрана сделать. Ну а следующий мультфильм это Бабка Ёшка и другие. Интересный мультфильм. Правда, я не помню, популярен ли он. Но кажется, он не особо популярен. Я помню, я смотрел этот мультфильм в детстве. И мне он очень нравился. Я уж так вспоминаю, что когда-то передо мной стоял ноутбук. Кажется, не помню, но это, конечно же, не мой ноутбук. Вы что подумаете, в три года у меня ноутбук был, что ли, свой? У меня максимум мог бы быть планшет какой-то старенький. По сюжету этого мультика, на нашу долину, где жили Баба Яга, Кощей и Леший вместе со своими товарищами, упала маленькая девчонка новорожденная. Ее нес над этой долиной Аист. Но потом Аист случайно уронил корзинку с девочкой. И упала она вместе с Мишкой Плюшевым. И он поймал Мишку. А вот девочку поймать забыл Аист. И в итоге он ее не нашел. Трагичная история. Ну и она росла у Бабки Ёжки. Следующий же мультсериал это Фиксики. Кто не помнит Фиксиков? Сейчас они значительно поменялись. Посмотрите новые серии и сравните их со старыми. В старых сериях все как-то так классика, все по-добренькому, по-простому. А в новых сериях там так все наворотили. В общем, разработчики хотят просто сделать как можно лучше. И их за это ругать нельзя. Но просто это смотрится как-то непривычно, как по мне. И старые Фиксики были более такими привычными для меня. А что насчет сути самого сериала? У нас есть Дем Димыч, один из главных героев. И он нашел Фиксиков. Фиксики это такие маленькие работяги, которые трудятся внутри наших кастрюль, кипятильников. В каких кастрюль? Фу-то. В компьютерах. Вот. Они берут, точинят все. В общем, Фиксики это интересный мультсериал. Правда, сейчас он немного потерял какую-то долю своей той самой атмосферы. Но, тем не менее, нельзя говорить, что он прям умер и разработчики такие плохие. Хотя лично для меня старые Фиксики намного круче. Следующий мультсериал это Везуха. Не вижу какого-то глубокого смысла в этом мультсериале. Это просто такой комедийный мультсериал. В нем просто смешные сценки и так далее. И нету никакого смысла. Абсолютно. Так что можно сказать точно, что этот мультсериал такой, эээ, чистый, юмористический и смешной. Как бы не несет себе какой-то глубокой мысли. Ну, так как про все наши мультики я рассказать, разумеется, не смогу, то приступаем к зарубежным мультикам. Angry Birds, Tooms, Piggy Tales и все мультики Angry Birds. Но я просто не знаю, с чего начать. Потому что именно это начало будет самым хорошим для зарубежных мультфильмов. Учитывая то, что мой канал вообще напрямую связан с Angry Birds. Замечательные мультики. И про них рассказывать, думаю, не стоит. Экранизация приключений злых птиц. В игре, опять же, у нас просто мы оттягиваем рогатку. И кроме Angry Birds и Эпика и еще некоторых игр, истории и анимаций нет. А здесь прям полноценный мультик. Истории злых птичек. Прикольно, в общем. Следующий мультфильм это Микки Маус. В представлении не нуждается. Думаю, все вы знаете этого белого крысу. Вот эту белую крысу, которая испортила нафиг Звездные Войны. Из-за чего я ее ненавижу. Кстати, Звездные Войны тоже войдут в этот топ. Да, это не мультик. Хотя там и мультики, и фильмы. В общем, все сразу. Она тоже войдет в наше детство. Звездные Войны. Замечательные фильмы. Замечательные мультфильмы. Там даже аниме должно скоро выйти. В общем, думаю, в представлении так же не нуждается. А если и рассказать, то у нас в первом фильме, а именно это начало Звездных Войн в этой истоке, у нас есть мальчик Люк Скайуокер. И оказывается, что это сын самого Дарт Вейдера. Только нам это рассказывают потом. Он джедаем хочет стать. И отправляется победить ситхов. И он узнает, что Дарт Вейдер на данный момент главарь всей этой банды, так скажем, штурмовиков. Он уничтожает Звезду Смерти, а позже еще узнает, что он сын этого гадкого Дарт Вейдера. Под конец всего этого ужаса, он подбирается к Императору. И все же не побеждает его. И так как Дарт Вейдер выживает, и смотрит, как Император Палпатин убивает своего сына, он этого не выдерживает. И убивает Императора. Вот как по мне, это очень захватывающая история. Там еще были сиквелы, приквелы. И еще нам рассказали историю Дарт Вейдера, что он был ныне с Энакином Скайуокером. А именно избранным, который по пророчеству должен соединить баланс силы ситхов и джедаев. И он должен принести в этот мир справедливость. Но в итоге, что-то идет не по плану, походу. И Энакин Скайуокер, под влиянием Императора ныне Палпатина, идет на сторону ситхов. И потом он решает спасти свою дочь, точнее же жену Падме. Она беременна и должна была скоро родить. Но Энакин в гневе, когда узнал, что все обернулись против него, убивает ее. Ну как убивает? Она как бы была жива, но потом она родила и умерла сама от сердечного приступа. Ну и в итоге он нам показывает захватывающую битву Энакина и Абивана Кеноби, а именно его учителя, который никак не мог ожидать, что Энакин превратится в такого гадкого фашиста. Ну и в итоге Энакину отрубают ноги, руки. Да ему голову надо было за такое отрубить вообще. Но так как по пророчеству судьбы и по иронии судьбы он должен был принести мир, он выживает. И теперь он стал Дарт Вейдером и носит защитный костюм. Для того, чтобы никто не увидел, что он Энакин Скайуокер, да и плюс без этого костюма он бы уже умер нафиг. В общем, такое вот интересное зрелище. Как по мне, Звездные войны заслуживают большого уважения. А мы переходим к следующему проекту. Губка Боб, квадратные штаны. Шедевральный мультик, который придумал Стивен Хилленберг. Очень интересный мультик про губку Боба, у которого есть друг Патрик. Первые серии нам показывают, что губка Боб идет работать в Красти Краб. Это кафешка, где находится мистер Крабс. И говорят, что там самые вкусные Крабс-бургеры. Кстати, они сделаны, котлеты в них из крабьего мяса, и вот их секретные ингредиенты. Правда, этот мультик убили. Если раньше у Крабса был враг Плантон, все так весело, в каждой серии разнообразие, то сейчас серии какие-то, не знаю, ЛГБТшные что ли, 18+. В общем, Стивен Хилленберг умер. Из-за чего произошло такое недоразумение с мультиком? Наруда! Шедевральное аниме. Это не мультик, а аниме, но все же, его нельзя сюда не вставить. Одно из самых первых аниме, либо не знаю, так как оно вышло в 2000-х по 2010 год, тогда выходили первые серии. И их озвучили русские переводчики уже тогда, из-за чего этот мультфильм считается ностальгическим. В общем, по сюжету у нас есть мальчик Наруто, в которого вселился девятихвостый лис. И так как у него погибли родители, а именно Минато Намиказе, во время напогодения девятихвостого лиса, как раз таки этого, именно его отец зачем-то запечатал своего-то сына девятихвостого. В общем, много неразберихи. И Наруто из-за того, что за ним никто не следит, стал беспризорником. И бегает по своей деревушке, и мучает всех. Короче говоря, он не сдаёт тест на экзамене на Генина, а именно, чтобы стать полноценным ниндзя, и в итоге заваливает все тесты. Но так как он освоил технику теневого клонирования из-за обмана Митсуки, то он становится Генином. И тут начинается наше приключение. Экзамен на Чунина, ещё разные поиски Саски, Акацуки. В общем, если я перескажу сейчас весь сюжет Наруто, то, по-моему, вы тут в обморок упадёте. Так что лучше самим посмотреть эти тысячи шедевральных серий. Ну, такое вот аниме. Чип и Дейл. Мультсериал в Америке приключенческий. Авторы идей – Island of the Swords и Тед Стоунс. Главными героями мультсериала являются переработанные классические диснеевские персонажи, а именно, брундуки Чип и Дейл, а также троих друзей – мышц-обретательница Гайка, австроильская мышь Рокфор и его друг Муха по имени Вжик, вместе образующие команду спасателей. Что ж, интересный мультик, хоть я его не смотрел, и читаю всё с Википедии. Гек. Ченгентон. Интересный мультик про паровозиков. При первом его просмотре прям хлынет чувство ностальгии. Не знаю, кто как, но я его очень любил в детстве. Так что советую, кто его не смотрел, обязательно посмотреть. Удивительный мир Гамбала и Gravity Falls. Удивительный мир Гамбала – это мультик весьма странный, ведь там часто сцены не очень хорошего поведения, да и сценки не всегда хороши. В общем, интересный мультик, хоть и иногда сцены бывают какими-то, то ли цензуру не проходят, то ли они слегка странноватые. Это шо ЛГБТ, это Америка. Gravity Falls. А вот это уже шедевр американских учёных. Да ладно, шучу. В отличие от всей мультипликации Америки, которая мне не всегда нравилась, это, по крайней мере, самый лучший мультик, на мой взгляд. Я просто не мог его сюда не вставить. И да, не надо говорить, что слишком мало мультиков от Америки и от России тоже возможно. Ребят, слишком много мультиков, возможно, будет даже вторая часть. Ну, в общем, коротко обо всём. В этом мультике у нас есть Мэйбл Диппер, и они изучают аномалии, а потом в конце финал с белым шифром. Да и в принципе всё. Вот такой вот мультик. Советую посмотреть. Короче говоря, я даже не рассчитывал, что буду делать это видео так долго. Да и в принципе, мне ушло на него очень много времени. Так что я надеюсь, вы оцените мои труды. Так что, всем спасибо за просмотр, а то видео уже длится 21 минуту на секундочку. Ну и всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ведь я рад, что у меня на канале сейчас довольно большая активность. Короче, всем пока. Крепоты не будет, танцев не будет, но истинные подписчики досмотрят до конца. Это новое шоу Король свиней играется и уже второй эпизод. Где же король свиней? Давайте же позовём его! Но никто не пришёл. Это порт, это от до Субтитры сделал DimaTorzok